Здравствуйте! Сегодня решил совершить поход в лес за грибами. После непрерывных пролитий обильных дождей, надеюсь хоть что-то найдется из грибов. И вот мои надежды произошли то, что было увидено мною. Вот начал я их срезать эти грибы, но я думал, что их мало, но когда влево гляну, потом направо, вперед гляну, я не верю своим глазам, что столько много маслят могло быть в этом месте. Раньше в этих местах я тоже собирал грибы, но столько их здесь я не видел, как сейчас много. Теперь вы и сами убедитесь в моем не напрасном восхищении, в таком изобильном количестве грибов, увиденных мною. Вот так я продолжал срезать их, не задумываясь о том, что чистить придется то мне самому. В основном грибы маслята растут на поверхности земли. Молодняки, они растут под файлой и на поверхности могут находиться. Вот как мы видим, они здесь находятся в основном на поверхности. Эти маслята небольшие от силы. Вот этот, который сейчас срезал, он где-то сантиметра 4 в диаметре, ну и даже 5 нету. Маленькие я оставляю, не беру. Беру не меньше, которые 2 сантиметра в диаметре, потому что чистить то мне, а маленькие мы прекрасно знаем, что плохо он подается чистке. И с ним-то возиться не хочется излишне. Грибов здесь много, и поэтому и большие я не брал, а их в основном больших здесь и не было, только все маленькие. Собирал все такие, как к одному. Все где-то 20-30 миллиметров в диаметре, ну иногда бывали 40. Меньших я старался не брать, и больших. Вот так нарезал их и удивлялся, откуда их столько много явила природа в этот период времени. Лето было засушливое, полтора месяца не было дождей, а потом неделю где-то шли изобильные дожди. И вот после этих изобильных дождей, мы видим, какое наследство нам подарила природа. Белых грибов еще я не находил, но надеюсь, что в дальнейшем и появятся белые. Но пока я рад и этим грибам-маслятам. Других грибов в этом месте не видно. Раньше я в этом месте нарезал и рыжики были, а сейчас их не видно. Потом, попозже к осени, здесь появляются зеленушки и серушки. И так молча я нарезал их и удивлялся, сколько их еще может быть. И так продолжал я дальше нарезать. Вот так я их нарезал и потом решил обследовать это место, сколько их здесь есть этих грибов. И когда увидел, то на самом деле хоть бери косу и коси косой, как говорится. Не подумал о том, что чистит-то мне. И вот мы видим наглядно, сколько их много, очень много. Это словом не передать, надо просто увидеть на месте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И так аккуратно просмотрел всю поляну, местонахождение, где есть грибы. И потом взял нож в руки и пошел их все срезать. Срезал так срезал, набрал ведерочку, вот сколько, как мы видим. Вот тут ведерко где-то меня взял, по весу так думаю, сколько килограмм. Ну так определил, килограмм 5-6 есть. Ну думаю, маловато, надо еще продолжать. И дальше пошел их нарезать. Думаю, надо хотя бы ведра полтора или ведро хотя бы набрать грибу. Вот так, как мы видим наглядно, сколько их много. Конечно, я много не стал собирать, набрал себе определенную норму. И на этом решил, что достаточно. Совершая поход в лес за грибами, это одно удовольствие. Ибо и грибу наберешь, и на свежем воздухе отдохнешь. Вот набрал я где-то полтора-два ведра и решил, достаточно мне. Собирал я эти грибы где-то около получаса. Думаю, больше не прошло времени. И решил уже, достаточно. И собрался, поехал домой, любуясь природой и красотой леса. Как мы видим, какой красивый лес. Вот это лес у нас такой, в зоне черноземья. Красивая природа. И только наслаждаясь этой красотой. И вот домой приехал, и пришлось мне эти все грибы чистить. Как мы видим, полтора ведра. Пересыпалось ведра. Нашел я по пути еще 4-5 белых грибов. Но в основном это маслята. Белые они не очищаются так. А маслята, необходимо их очищать от кожуры. Иначе они при мариновании будут выделять слизь и горечь. Сколько мне пришлось потрудиться, чтобы их очистить. Вот очистить с полтора ведра вышло одно ведро с горкой. Только одних маслят. Ну вот и все. Совершил поход в лес, и грибов набрал, и отдохнул. И вам также желаю удачи и отдыха на природе. Делитесь своими впечатлениями на страницах моего видео. Подписываемся на мой канал, чтобы получать известие от добавленных новых мною видео. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова